В этот день, 23 сентября, родились Алексей Суворин, знаменитый русский издатель Надежда Кашеверова, советский режиссер-сказочник Автор фильма «Золушка» В этот день, 23 сентября 1831 года В Москве был заложен Храм Христа Спасителя 23 сентября 1921 года в Советской России Учредили инспекцию по работе с беспризорными детьми Ко времени окончания революции и гражданской войны На улицах страны было до 4-6 миллионов сирот 23 сентября 1988 года в Москве открылся Дом-музей певца Федора Шаляпина 23 сентября 2000 года святейший патриарх Алексий II По приезде в урочище Ганина Яма Благословил на месте уничтожения останков членов царской семьи И их верных слуг Строительство монастыря святых царственных страстотерпцев 23 сентября ушел из жизни Авраами Палицын Русский церковно-политический деятель, писатель В 1812 году император Александр I писал воззвание к своему народу Перед лицом угрозы нашествия Наполеона И есть там такие строки Мы уже воззвали к первопрестольному граду нашему в Москве Да встретит он в каждом дворянине Пожарского В каждом духовном Палицына В каждом гражданине Минина Имя Авраамия Палицына не случайно упомянуто В одном ряду с Мининым и Пожарским Это один из героев смутного времени И уж совершенно точно его голос Кто поднимал Россию на захватчиков Кто вручал монаршей регалии первому из династии Романовых Царю Михаилу И кто стал потом первым историком смуты Род Палицыных начал свой отчет В 14 веке на Кульковом поле Доблестно бился один из зачинателей династии В дальнейшем большинство Палицыных Зарекомендовало себя на военном и политическом поприще Один из самых известных представителей фамилии Стал Аверки Иванов Еще при Иване Грозном Он зарекомендовал себя как блестящий Мудрый воевода Служил в далеком северном городке Кола При царе Федоре Ивановиче Семейство Палицыных было подвергнуто Апали Аверки оказался в стенах Соловецкого монастыря Где принял монашеский постриг под именем Авраами Под этим именем он и войдет в историю После воцарения Василия Шуйского Он был приближен к царю И назначен келарем В Труице Сергии Вулавру Как казалось не зря Администратором был выдающийся Сделал немало для процветания обители Добавим, что во время осады Москвы Польским войскам ему удалось предотвратить Народный бунт, связанный с повышением ценных хлеб В церковных кладовых находились Обширные запасы пшеницы И Авраами открыл ее продажу по ценам Втрое ниже рыночных После свержения Шуйского для монаха Нашлось новое поручение Он был отправлен делегатом К польскому королю Сигизмунду С просьбой о воцарении сына Владислава Правда, дело до конца не довершил Вернувшись обратно Как бы то ни было, Палецин вскоре сделал то За что его будут помнить потомки В течение многих поколений Он стал одним из авторов тех воззваний Против польско-литовской интервенции Которые дадут начало народным ополчениям Неужели то доброе дело Которое от вас началось и вами продолжилось Вы теперь одну и минуту погубить захотите Неужели ваши раны и ваши труды Должны пропасть теперь даром И идите сражайтесь Бог поможет вам До нас дошли некоторые такие речи Аврааме Палецина Которые буквально меняли историю Сохранился эпизод, когда он пришел к казакам Не желавшим продолжения борьбы И принес им плату В виде церковной утвари, рис, окладов икон И те просто устыдились такой платы И добровольно влились в народное ополчение Позже Аврааме Палецин стал главным летописцем смуты Он создал рукопись под названием «История в память в предыдущем родом» Десятилетний труд состоял из трех произведений Среди которых наибольшую известность получила сказания об осаде Троицы Сергиева монастыря Среди современников и потомков Трус стал бестселлером, выдержав 227 списков А как отметил историк древнерусской словесности Николай Гудзи Его автор прекрасно владел литературной речью Умел дать порой яркий художественный образ И поднимался до высокого публицистического пафоса и подлинного красноречия В Новгороде в 1862 году ставили памятник тысячелетию России На его барельефах вывели облики главных деятелей нашей истории Есть среди них и Авраами Палецин Он там не мог не быть Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok